МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лариса, 21 марта. Стартует фестиваль «Подснежник». Расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль? Откуда взялась идея его создания, организации и проведения? Вообще-то идея фестиваля появилась уже год назад, когда несколько организаций города, работающих с категорией детей, нуждающихся в помощи, подумали о том, что хорошо бы создать площадку, где все объединятся и будут разговаривать друг с другом на партнерских отношениях, решая одни и те же задачи, поставленные перед всеми. И в этом году мы оказались готовы провести такой фестиваль, в рамках которого встретятся очень много организаций города, родителей детей, представителей ведомств. И мы, надеюсь, найдем очень много интересных решений в этих вопросах, познакомимся друг с другом и дальше будем сообщать, решать наши общие задачи. А фестиваль называется «Подснежник», потому что время мы выбрали тоже весеннее. Это 21 марта, начало фестиваля, Всемирный день помощи детям, не детям, людям с синдромом Дауна. А завершаться он будет 2 апреля, во Всемирный день информации о людях с аутизмом. И вы знаете, что в это время, это время подснежников, они в это время будут распускаться. Удивительный символ – это цветок нежный, хрупкий, пробивающийся вот в такую непогоду, когда еще холод, в ожидании солнца и тепла. В такой же ситуации находятся эти дети. Они нуждаются в тепле, нуждаются в поддержке, и им очень трудно. Это некое такое ассоциативное восприятие этих детей с названием нашего фестиваля. И мы хотим создать это тепло вокруг них, помочь им расти, помочь им раскрываться, помочь им становиться прекрасными и радовать нас и наш мир. Лариса, спасибо большое. Прекрасная речь за душу берет, правда. Роман, вот хотелось бы услышать ваше мнение, тоже относительно фестиваля, в первую очередь. Да, мы долго планировали этот фестиваль, долго к нему готовились, обсуждали. И именно идея реализуется так, к которой мы долго шли, да. Идея именно объединения сообщества, которое объединяет нас вокруг детей с инвалидностью. Именно специалистов, родителей, самих детей. Этот двухнедельный фестиваль позволит специалистам получить необходимые знания. Не только специалистам, но и родителям. Все наши мастер-классы будут открыты для родителей, для бесплатного участия в них. Дети смогут проявить свои таланты. У нас во время фестиваля пройдут и концерт для детей с инвалидностью «25 кадр» на базе Дома общественных организаций 25 марта. И 31 марта в Декаприокске так получилось, так сложилось, и так к нам присоединилась Галина Осипова. У него будет галоконцерт «Музыка движения слова», где, опять же, дети с инвалидностью и просто дети показывают свои возможности в танце, в песне, проявляют все свои творческие способности. Зачитаю. Вы являетесь председателем правления Рязанской общественной организации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей. Каким образом вы объединяете эти семьи и какая вообще, в общем и целом у вас поддержка организуется? В 2010 году у меня появился сын. Точнее сказать, у меня два появились сына. У меня ребенок с синдромом Дауна вдвойне. И когда мы решили основные проблемы, потому что у него была проблема с сердцем, мы делали операцию, после того, как мы решили эту медицинскую проблему, да, начал искать таких же родителей, которые есть, нашел сообщество родителей. Они встречались, собирались, обменивались тем опытом. Я уже влился, скажем так, в их дружный коллектив. И на одной из встреч, да, родительской, было принято решение, что нам, наверное, уже пора стать организацией, чтобы можно было что-то изменить в нашем городе, да, потому что родительское сообщество – это, ну, так, некий клуб, да, скажем. А если мы хотим реальных изменений, то, соответственно, мы должны стать организацией, чтобы можно было как-то отстаивать свои интересы на уровне ведомств. Мы создали организацию, назвали ее «Добрые сердца». Первое наше мероприятие было – это открытие нашей организации. Мы делали это на базе Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, пригласили благотворительный фонд «Даунсайтап», пригласили специалистов, сказали, что мы теперь есть, и начали потихоньку свою деятельность. Одним из первых наших мероприятий – это была фотовыставка, которую мы открыли в МКЦ. Мы сделали фотосессию пяти семей и постарались донести, что эти дети растут в семьях, что эти семьи не какие-то несчастные, что они счастливы, что есть эти дети, что эти дети улыбаются и что пытались изменить именно стереотипы общества по отношению к этим детям. Дальнейшим нашим мероприятием именно внешним было, что совместно с Рязанским домом ребенка и с главным врачом Шацкой Еленой Евгеньевной мы посетили все учреждения родоспоможения и напомнили врачам о том, что изначально они специалисты. И если у кого-то и есть какой-то стереотип по отношению к этим детям, потому что мамы рассказывают иногда, что в медучреждениях слышат предложение оставить ребенка с таким как бы неким комментарием, зачем тебе чурка с глазами. Поэтому мы как раз и напоминали врачам, что есть вопросы этики и что свое какое-то стереотипное мнение не надо навязывать молодой маме. И просили сообщать о диагнозе немного после, потому что слышно от мам, что украли радость материнства, сообщили это очень рано. Дать маме возможность именно насладиться этим чувством, что у него появился ребенок. Это дало свои результаты. Получили недавно информацию, что за последние два года, за 2014 и за 2015 год, ни от одного малыша с синдромом Дауна не отказались родители, все наши дети в семьях. Соответственно, на данный момент нас уже более 50. Когда мы на первой встрече собирались, нас было около 15, потихонечку мы расширяемся. Лариса, с вашего позволения, хотелось бы услышать все-таки об официальном начале фестиваля, с чего он начнет, с чем стартуете. Хочется пригласить всех желающих на открытие фестиваля, который состоится в 15 часов в библиотеке имени Горького. И открытие будет проходить, то есть открытие фото-выставки начинает наш фестиваль. А фото-выставка называется «Вопреки прогнозам всем». И она расскажет о таких детях, у которых есть серьезные проблемы, серьезные трудности в их становлении, в их развитии. Но вопреки прогнозам всем, у них есть огромные успехи. Успехи у родителей, у детей и у всех, кто рядом с ними. Вот с этим хотелось бы познакомить тоже общественность, чтобы мы понимали, что нет ситуации обреченности, есть ситуация пути. И на этом пути можно сделать большие дела и вообще-то творить чудеса. Давайте, наверное, поделимся планами. А вот по завершению фестиваля, что планируете в дальнейшем, хотя бы кратенько? Поскольку этот фестиваль объединяет ресурсы города, мероприятие проходит на разных площадках, совершенно обнимает различные сектора жизни и деятельность людей, поэтому хочется, чтобы этот фестиваль стал традиционным. И после того, как он пройдет, я думаю, что мы подведем итоги этого фестиваля, посмотрим, что у нас получилось, а что нет. И я очень надеюсь, и мы планируем, что все-таки город объединится в решении общих задач. Мы все научимся понимать и говорить, как-то смотря в одном направлении. Роман, ну, вам тот же вопрос, немного о планах. Ну, да, фестиваль закончится. Закончится он благотворительным концертом «Дети солнца, дети дождя». У наших диагнозов, да, так скажем, немного. Есть осознание, что наши дети солнца, дети с расстройством аутического спектра – это дети дождя, поэтому мы так и назвали наш благотворительный концерт. Ну, по завершению, я думаю, что мы будем продолжать именно объединять родителей и специалистов. Будем дальше приглашать специалистов не только из Рязани, да, для того, чтобы можно было эту площадку использовать для дальнейшего обучения специалистов и родителей. Потому что те знания, которые уже накоплены, да, ну, нужно ими делиться. Обязательно. Лариса, Роман, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Спасибо, что поделились вот этим весенним анонсом, скажем так, да. Огромная работа, огромный труд. Я желаю вам успехов. Спасибо вам большое. Заходите к нам еще обязательно. Это была программа подробностей. Благодарим вас за внимание. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...